Иногда не возвращаются правоцентристская коалиция, в которую входит партия «Вперед Италия» Сильвия Берлускони, Лига Севера и националистическая «Братья Италии» должна и может, это цитата, формировать правительство. Об этом заявила лидер Лиги Италии Матео Сальвини. В Италии выходные прошли парламентские выборы, правоцентристы действительно лидируют, но сформировать правительство в одиночку, не вступая в альянсы, они не смогут. Они не получили достаточного количества парламентских мандатов. Впрочем, в любом случае, некоторые аналитики заговорили о возвращении Сильвия Берлускони, бывшего итальянского премьера, в большую политику. На прямой связи с нашей студией Генри Сардарян, исполняющий обязанности декана факультета государственного управления МГИМО, эксперт по Италии. Генри Тигранович, я приветствую вас. Слышите ли вы, РТВА? Здравствуйте. Слышу, только вы неправильно назвали дом, декан факультета управления и политики МГИМО. Я прошу прощения. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Скажите, ну вот если в целом оценивать результаты этих выборов итальянских, есть ли что-то неожиданное? Многие говорят о том, что, по сути, это в какой-то степени возвращение Берлускони в политику. Знаете, для того, чтобы в политику вернуться, из нее надо уйти. Берлускони, который не учадил, и на протяжении всех этих лет являлся одним из идейных обосновителей, и таких, если можно сказать, теневых руководителей правоцентристов. Он, в общем-то, главная фигура для партии «Вперед Италия». Он ее финансирует, и правые центристы в основном объединены вокруг его фигуры. И такой успех Лиги Севера – это, наверное, единственная такая неожиданность для этих выборов, потому что то, что больше всего как партия отдельная наберет движение 5-0, было известно достаточно давно. То, что как коалиция больше всего наберут правоцентристы, тоже, в общем-то, не новость. Здесь, скорее, шла о том, сумеет ли Лига Севера занять первое место внутри правоцентристской коалиции и в этом случае выдвинуть своего кандидата на должность премьер-министра. И, собственно, по всей видимости, так и произошло. И сейчас будут идти переговоры, в первую очередь отталкиваясь от того, что премьер-министром Италии должен стать Матео Сальвини. – А вот если говорить про успех Лиги Севера, насколько вам кажется правильным вписывать их успех на этих выборах? Вот эту тенденцию в тренд, который обсуждался на фоне того, что происходило в Голландии, и на фоне успеха, пусть и не победы, но, тем не менее, высокого результата Марин Лепена во Франции. В общем, вот этот вот такой консервативно-изоляционистский, возможно, бум в Европе. – Абсолютно правильно. Именно в банке данного процесса вписывать этот результат, потому что Липен и Сальвини являются такими тесными союзниками, несмотря на то, что действуют в разных странах. Сальвини как раз и его партия относятся к той категории политических сил, и который относит себя к активному такому евроскептицизму. Он один из самых яростных борцов с нелегальной эмиграцией, поэтому в целом этот результат – это продолжение того правого разворота, который начался в Европе и на Западе в целом относительно недавно. Просто это более убедительный такой результат, более убедительная победа на фоне результатов в Франции, Германии. И Италия фактически становится первой страной, где такая политическая сила набирает большинство голосов. Ну, правда, в рамках большой коалиции, но тем не менее, Лига Севера, которая до этого являлась партией, в общем-то, региональной, и обычно претендовала на результаты на севере страны, в первую очередь в таком укрупненном регионе по Дании, это север Италии, и раньше вообще ставила вопрос об отделении севера Италии от остальной части государства и образования независимой такой республики. Сегодня данный вопрос уже отодвинуло не то что на второй план, практически он предан забвению, и в первую очередь речь идет о евроскептицизме, о борьбе с нелегальной эмиграцией, и Лига Севера получила достаточно убедительный результат и на юге, и в середине Италии, что до этого было для нее не характерно. У меня, наверное, последний вопрос в том, что касается России. Мы знаем, что хорошее отношение между усилием Берлускони и нынешним российским руководством, мы знаем, что у большого количества российских представителей прекрасные отношения со всеми этими течениями и движениями в Европе, которые мы упоминали, и Голландские, и Марин Лепен, и Лига Севера, очевидно, в этом же списке. Правильно ли делать вывод, что теперь нужно ждать весьма вероятно какой-то новой страницы в отношениях России и Италии? Италия не последний член Европейского Союза, и это каким-то образом может сменить нынешний статус-кво или нет? Италия не последний. Италия одна из первых членов Европейского Союза. Мягко говоря, да. Да, она одна из стран основательных Европейского Союза, и во многих аспектах это первая страна в Европейском Союзе, пусть не в экономическом аспекте, хотя она традиционно третья, четвертая экономика Европы, Но во многих-многих аспектах у Италии, конечно, одна из центральных ролей в Европейском Союзе. У Берлускони действительно очень близкие те соотношения с руководством России. Но это не только личностные какие-то отношения. У России с Италией всегда были особые отношения. Для правоцентристов Россия традиционно является страной, с которой у них складывается очень тесное взаимодействие. А что касается Сальвини, то регионы, в которых у его партии большинство, региональные парламенты этих регионов принимали декларации, призывающие Италию снять санкции с Российской Федерации. Потому что больше всего санкции ударили именно по северным регионам Италии. И в этих регионах у Сальвини, конечно, больше всего голосов. Поэтому можно ожидать шагов со стороны нового правительства. Обычно итальянцы говорят, что не все зависит от нас, мы не можем в одиночку снять санкции. Но в действительности, если хотя бы одна страна, это не обязательно Италия, это может быть Кейпор, Греция, кто угодно. Если она наложит вето на продление автоматической санкции, дальше они должны будут продлеваться уже вручную отдельными странами-членами. И тогда уже разговоры о том, что это за нас решили евробюрократы, наднациональные органы, они уже будут неактуальными. Это уже будет повесткой двусторонних отношений России с этим. Спасибо вам. Благодарю моего собеседника Генрия Сардаряна, декан факультета управления и политики МГИМО. Был на прямой связи с нашей студией. Мы говорили о результатах парламентских выборов в Италии. Благодарю. Благодарю. Благодарю.